Привет, Интернет! С вами Андрей из Асталии. Вот выбросов после работы в парк, Линько Парк. Видите, тут мостик для, скорее всего, форели сделали. Вот такая вот. Ну, стоящая вода, видите, не очень. Да. Закончил где-то часов 12, мог бы и раньше. Благо, компания сократила часы и теоретически можно было бы работать четыре дня, но менеджер сказал, что он особо не доверяет нам, и поэтому мы должны работать все пять дней. Ну да ладно. Тема не об этом, тема жизни на острове, да, либо, так сказать, off the grid, то есть не подключенным к линиям передасть. Ну, грубо говоря, где-нибудь в глубинке. То есть, недавно я был на Дэнго или Дэнго Айлэнд. Вот. Просто хотел посмотреть, что это такое. Благо, тут не так-то много островов в Сидне. И, ну, просто проникнуться жизнью, так сказать, на острове я решил. То есть, добраться туда, ну, достаточно просто. А может быть и нет. Может быть и нет. Почему? Потому что из-за вот этого вируса, да, то есть, чтобы добраться на остров, вам надо взять ферри. Ферри стоит где-то восемьдесят, по-моему. Но из-за вот этих вот дистанций, да, на ферри можно только двенадцать человек. Вот. Ну, соответственно, двенадцать человек как бы не особо много. То есть, должны вы прийти туда хотя бы за полчаса. Посидим здесь. Проникнемся, так сказать, жизнью на острове. Хотя пока что мы не на острове. Да ладно. Так вот. Добраться туда просто. То есть, это Хокспири Рива. Остановка называется. И она буквально сразу же граничит с ферри. Вот. Ферри ходит раз в час. То есть, можете представить, что не особо, конечно, удобно. Вот. Очень много людей имеют лодки на этом острове. Я встретился с женщиной из Украины, которая там уже живет почти всю жизнь. Или полжизни, по крайней мере. И, в принципе, прерывали немного. Так о чем я? То есть, ну, ехать на поезде приблизительно, я не помню сколько, CBD, где-то, наверное, в районе часа, да. Плюс минут пятнадцать-двадцать на ферри. И на острове вы ходите пешком. То есть, раньше, вроде как, у некоторых там были сначала тачки, да, чтобы принести там вещи к себе домой. Потом люди начали покупать электрические тачки. И эти электрические тачки, они начали ездить там и чуть ли не ошибать людей. После чего консул решил все это дело отменить. Вот. В итоге остались там сейчас пару гольфкаров электрических, которые помогают там за пару долларов довезти вас куда надо. Есть одна консульская машина, ну, чисто, чтобы тоже подвезти вещи какие-то там, допустим, да. И раз в неделю приезжает на понтоне машина забирать мусор, да. То есть, все лога цивилизации там, в принципе, есть. Есть интернет, есть электричество, даже подключено было, не помню когда, по-моему, в девяностых годах, если не ошибаюсь. То есть, хотя, может быть, и пару лет назад труба с канализацией, ну, и вода, соответственно. То есть, в принципе, все есть. Виды на острове, конечно, замечательные. То есть, красиво все выглядит. Там природа отличная. Около ста различных птиц живет. Есть даже змеи там и всякие, ну, то есть, живете вы практически в джунглях, да. Потому что много, ну, остров зеленый, да, и засаженный деревьями. Вот. То есть, в принципе, все нормально. Вот. Что касается доставки и все остальное. Но, то есть, я видел, что продается очень много, ну, не очень много, но более-менее для такого острова. То есть, там 300 где-то человек живет. И продается пару участков. Один, по-моему, 260, другой 330 тысяч. И дома там где-то от 550, по-моему, и дальше. Короче, там в районе миллиона чуть ли есть, да. Вот. То есть, проблема стройки в таких вот местах в том, что, скорее всего, вы заплатите процентов 20-30 плюс вашим строителям, да. Плюс участки эти, они на склоне и между деревьев. Соответственно, вам надо брать разрешение у консола, срезать все эти деревья. Это вам еще обойдется в какую-то копеечку. В общем, это такое муторное достаточно дело. Вот. Ну, в принципе, земля, конечно, дешевая по сравнению с остальным Сиднеем. Если не считать еще за Хогсбери Рива, то есть, ну, там тоже чисто на доступ на лодке, но там еще меньше цивилизации, чем на этом Денго Айленде. На Денго Айленде там есть одна кафешка, есть один боулинг, кинотеатр, по-моему, есть, я не ошибаюсь, пожарная станция с медиками, по-моему. Ну, и, в принципе, все. И, как они говорят, там приезжают всякие бенды, то есть, играют музыку, причем такие популярные достаточно, мировые. Вот, каждую неделю практически выступают там на острове, то есть, в плане культуры нормально там все. Ну, то есть, в магазине можно закупиться, либо съездить в ближайший Бруклин, то есть, это город, который находится на берегу, да, то есть, можно туда съездить либо на своей лодке, либо на пароме. Вот, по поводу лодки, эта женщина сказала, что, когда она приехала туда 35 лет назад, ее лодку в первый же день не украли, после чего она перестала использовать, но, в принципе, сейчас, я думаю, там меньше вероятно. Вот, в принципе, у всех лодок есть номера какие-то, наверное, скорее всего, хотя я, честно говоря, не знаю. То есть, вам надо сделать лицензию на лодку, вам надо у консула попросить разрешение на муринг, то есть, парковать эту лодку и там, и там, то есть, это вам будет стоить еще какую-то маленькую копеечку, наверное. Вот, если вы не хотите использовать фэринг чисто. Соответственно, по поводу строителей, да, то есть, ну, раньше люди просто, допустим, в караване, грубо говоря, приезжали туда и потихоньку строили там в течение нескольких лет себе дом. Сейчас, естественно, эта ситуация маловероятна, потому что, ну, я посмотрел законы NSW и, то есть, в лучшем случае, вам разрешат, там, допустим, жить в караване, там, или в какой-нибудь контейнере в течение года, пока вы строите дом. Ну, вот, ну, естественно, это должно быть нормальный построенный дом, в смысле, со строителями, у которых есть лицензия, иначе вы фиг это заштрахуете, и, скорее всего, консул еще и не примет это все дело. Вот, соответственно, ну, такие варианты уже не проходят. Вот, если там больше года вам надо остаться, то это в порядке исключения, вот, ну, то есть, вот такая вот ситуация, да, то есть, вам, во-первых, надо найти строителя, который согласится его машину загнать на понтон, привезти ее на остров и там начать строить, то есть, ну, это головняк, да. А вдруг машина перевернется на понтоне, то есть, страховки, я не знаю, как там действует, не действует, вот. Но, тем не менее, в принципе, люди, там, я смотрю, некоторые, вот тут, видите, пришел посмотреть, что у нас тут есть. Тем не менее, люди покупают эти дома в последнее время профессионалы, то есть, именно работающие в CBD, да, очень многие работают по удаленке, то есть, раньше это был, как бы, остров больше для пенсионеров, сейчас уже молодые профессионалы переселяются туда, ну, где вы еще можете жить практически у берега, да, то есть, в лучшем случае, вторая, третья линия, там, вернее, в худшем случае, да, вот. То есть, в принципе, такой вариант нормальный, что мне не очень понравилось, то есть, это остров, как гора, да, получается, на западе этого острова, там, практически, постоянные дубари, потому что солнце, грубо говоря, с другой стороны острова, и, соответственно, у вас постоянно тень, ну, и плюс еще, там, какой-нибудь ветер, это же все-таки океан, да, вернее, там пока еще ривы, но считаю, что в океан, по большому счету, то есть, выход там есть в океан, вот, и, ну, то есть, там прохладно, то есть, надо выбирать сторону северную, желательно, да, дальше, это все находится под деревьями, соответственно, тень, да, и влага, то есть, в зданиях вот этих вот, ну, они построены еще фиг знает когда, да, и у них нету этой принудительной вентиляции, и когда заходишь в здание, в принципе, чувствуется влага очень сильно, ну, плюс это все-таки рядом с океаном, то есть, ну, можете представить, с водой, да, вот, то есть, что еще, участки там от, где-то, 700 метров в районе, плюс-минус, и, в принципе, так нормально, да, то есть, все друг друга знают, там, пока идешь, тебя там человек 6-7 переспросит, как там у тебя дела, и куда направляешься, что делаешь, вот, то есть, все дружные, там, на этом острове, есть такое чувство комьюнити, вот, это что по поводу острова, есть же еще на Хогсбери-Риве, по краям этой реки, есть там домики продаются за, по-моему, 350-450 тысяч, можно за 550 найти, ну, в зависимости от, как далеко от Сиднея, да, в чем проблема, то есть, если есть дорога, то это приблизительно в районе полутора часов езды, по-моему, только от меня, то есть, до Сибиди, ну, или, может, даже от Сибиди тоже, если там взять на дорогу, вот, то есть, полтора-два часа, грубо говоря, чисто на дорогу, дальше, там, с большей вероятностью, у вас не будет подключения к чему-то, то есть, вам надо будет всякие соляры устраивать, там, вышки какие-нибудь, телефонные ставить и так далее, ну, и тому подобное, вот, дальше, многие из них, из этих домов, то есть, стоят чисто, вот, грубо говоря, там, угол реки, и, вот, на этом углу построили дом, вот, ну, и, соответственно, доступа туда по дороге нету, доступ только по речке через лодку, то есть, у вас должна быть лодка, и вы, там, минут за 15 добираетесь до того же самого Бруклина, из Бруклина уже едете на поезде, к примеру, там, или на машине, если ее припарковали, вот, ну, такие вот минусы, да, жизни, ну, вот, такие участки, да, они стоят где-то, там, 150-200 тысяч, там, за 250 вы можете, там, чуть ли не полтора гектара взять земли, на вот этих вот, в этих районах, вот, ну, дороги нету, соответственно, вам каким-то хреном надо будет построить дом, там, ну, плюс еще получить, естественно, разрешение от консула, вот, то есть, некоторые такие участки продаются уже с DA, то есть, с разрешением на строительство дома, некоторые без, ну, как угодно. Дальше, по поводу, ну, более-менее такой цивилизации, это Вой-Вой или Госфорд, то есть, уже в сторону центра Коста, то есть, там, в принципе, тоже участки продаются в районе, ну, наверное, 250-350 тысяч, чуть-чуть поменьше, тоже с видом на залив, то есть, все красиво, замечательно, вот, но, опять же, проблема на горе и среди деревьев, то есть, грубо говоря, увеличивайте стоимость за срок деревьев и стоимость за каждый метр, там, по-моему, за каждый метр наклона вы платите что-то в районе 30 тысяч, если не ошибаюсь, вот, то есть, можете представить, насколько у вас увеличится цена этого дома, вот. То есть, из Вой-Вой, в принципе, плюс-минус, если брать от поезда, да, то час десять это езды до CBD, вот, и будет у вас там такой курортный вид, на кораблике и тому подобное, вот, но добираться, естественно, не очень. А что еще по поводу езды туда? Ну, вам нужна машина, то есть, на мотоцикле не особо приятно там, наверное, ездить, потому что ветрено, и вас так хорошо напрягает эта езда. То есть, там есть две дороги, есть по автобану, есть такая более-менее медленная дорога, красивая, через серпантин, ну, вот, как-то так. Это все, что касается островов и жизни на берегу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и пока-пока!